Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о том, как сохранить свое здоровье и укрепить иммунитет. Сегодня вы увидите, как превратить дыхательную гимнастику в увлекательную игру для ребенка. «Бросаем курить вместе» – проект «Жизнь без сигарет». Тренировка памяти – как улучшить свои способности запоминать. Почти каждый курильщик знает о вреде сигарет, видел пугающие фотографии на эту тему и хоть раз в жизни подумывал о том, чтобы бросить эту вредную привычку, но тут же находил ей оправдание. Однако медики уверены, чтобы избавиться от зависимости, достаточно вашего осознанного желания, а ускорить отвыкание поможет доктор. Дмитрий Ефимов – курильщик со стажем 8 лет. Полпачки сигарет в день для него – это норма, а если понервничает, пачки в день как не бывало. О вреде курения, конечно, знает и даже не раз пытался избавиться от вредной привычки. Желание бросить курить у меня появилось где-то с полгода назад, потому что нужно иметь здоровую семью. Мы с моей любимой планируем завести ребенка, но для того, чтобы завести ребенка, он должен был здоровым, то есть здоровое зачатие должно быть. И для того, чтобы было здоровое зачатие, нужно за год, за два до зачатия ребенка бросить курить. Ну и, соответственно, пытался сам, не получалось. Там буквально, может быть, неделя, край две, и все, и опять стресс, и беда. Дмитрий решил стать участником проекта «Жизнь без сигарет», который проводит наша телекомпания «Город». Вместе с врачами Рязанского областного наркологического диспансера мы поможем Дмитрию осуществить его желание – бросить курить. Сегодня первый день, который наш герой должен провести без сигарет. Воздержания у него еще не было. С утра Дмитрий выкурил, по его словам, полсигареты. То есть уже при работе, то есть говорить о стрессе, да, то есть способствует, то есть каким образом хотелось курить? Ну, просто тяга такая, вот чего-то не хватает, как будто воздух вот какой-то спертый внутри. Вот что-то, организм чего-то требует, дискомфорт. А чего, непонятно. Как покуришь, и все хорошо. Итак, беседа с доктором, а затем 20-минутная процедура, которая называется транскрениальная электростимуляция. Несмотря на сложность названия, эта процедура очень проста. Человек садится в кресло, закрывает глаза. Врач накладывает электроды и включает аппарат. Ток слабый, 2-3 мА, никаких неприятных ощущений пациент не испытывает. При этом в мозге активируется продукция выделения бетаэндорфина. Именно его иногда называют гормон радости. Он оказывает нормализующее воздействие на ряд нарушенных функций организма, не влияя на нормально протекающие процессы. Состояние намного лучше, если честно, вот когда перед тем, как сесть, было вот здесь вот, то есть опять же, ощущение того, что я хочу курить. Сейчас у меня такого ощущения, если честно, нет. Для информации лучше начинать лечение, когда есть период воздержания от сигарет, хотя бы 16-18 часов. Чтобы результат от первого сеанса был еще лучше. Состояние прошло удовлетворительно. То есть мы проговорили проблемы табачной зависимости, да, то есть проговорили о физиологической стороне и психологической стороне проблемы, и как ее можно решить. То есть сегодня мы провели сеанс транскормиональной стимуляции, чтобы снять побыстрее симптоматику, основанную на физиологических нарушениях. И проводилась психотерапическая подготовка. То есть проговорили психологические механизмы, сложившиеся эти стереотипы, которые способствуют тому, что человек неосознанно провоцирует желание закурить в тех или иных ситуациях, и что можно с этим сделать, чтобы человеку было достаточно легко решить данную проблему. Чтобы Дмитрию было легче отказаться от сигарет, ему назначили гомеопатический препарат для поддержания общего самочувствия. Через некоторое время мы снова встретимся с нашим героем и узнаем, как ему дается жизнь без сигарет. И нужна ли ему будет еще помощь. Дышать человек умеет с момента рождения. Но дышать правильно, оказывается, нужно еще поучиться. Основатели дыхательной гимнастики говорят, что умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того, такие упражнения для детей полезны еще тем, что могут помочь вылечить от некоторых болезней и укрепить иммунитет. Дыхательная система ребенка еще не совершенна. Развивая ее, выукрепляются защитные силы организма. Основная идея дыхательной гимнастики для детей – насыщение всего организма кислородом. Кроме того, специальные упражнения стимулируют работу сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшают пищеварение, а также помогают расслабиться, успокоиться и отдохнуть. Сейчас время простудных заболеваний, поэтому мы акценты делаем и на обучении детей носовому дыханию, потому что многие дети дышать практически носом не умеют, дышать с полуоткрытым ртом. А дыхание ртом, оно, конечно, способствует тому, что дети быстрее заражаются вирусами. Носовое дыхание, когда детки дышат носом, через нос воздух проходит, он успевает согреться, очиститься от пыли, от какой-то слизи, что попадает в частички бактерий, вирусы, которые содержатся в водке, то есть частично уже обезвреживается и обеззараживается в носовой полости. Также в носовой полости содержатся эпители и клетки, которые выделяют вещество интерфероноподобное, которое также способствует повышению иммунитета в борьбе с простудными заболеваниями. Дыхательные упражнения особенно полезны малышам, часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, выздоравливающим после воспаления легких, детям, страдающим бронхиальной астмой. Такая гимнастика прекрасно дополняет любое лечение. Тем не менее, упражнения для ребенка лучше подобрать с доктором. Мы с каждым ребенком беседуем отдельно, подбираем, выясняем, чем болеет ребенок, как часто болеет ребенок, потому что кроме бронхолегочной патологии у детей часто встречается и сопутствующая патология, и это тоже учитывается. Лечебная гимнастика проводится с инструктором с детьми в основном с пятилетнего возраста и старше в форме игры. Родителям маленьких детей врачи обычно дают советы, как укрепить дыхательную мускулатуру малыша. Например, можно предложить ребенку такую игру – через трубочку вдыхать воздух в воду. Соломинка или трубочка берется в стакан с водой, и ребенок дует в эту трубочку и пускает пузырьки. То есть для маленьких детей такая вот гимнастика – это вполне достаточно. Здесь как бы сопротивление еще оказывается, и тренировка идет и носового дыхания, и верхних дыхательных путей. Но, опять же, если у родителей какие-то там вопросы, проблемы, то лучше, конечно, проконсультироваться обязательно со специалистом, самодеятельностью не заниматься. Ребенка трудно научить дышать, ведь этот процесс происходит у него естественно. Но он ни за что не откажется поиграть в новую увлекательную игру, предложенную вами. Если совсем маленький, там годик, полтора, родители гуляют или дома играют, можно на ладони даже тоже перышко положить и сдуть, подуть на это перышко. Это уже для ребенка хорошее, для маленького достаточно упражнение, потому что маленькие дети, они очень быстро устают и истощаются. И те дыхательные упражнения, которые мы советуем родителям проводить дома с маленькими детьми, они по времени должны занимать минут 5-7, не больше. Детям постарше можно предложить надувать шарики, это тоже своеобразная зарядка, способная укрепить иммунитет малыша. Желательно, опять же, делать на фоне полного здоровья, чтобы ребенка ничего не беспокоило, чтобы ребенок был здоров, не капризничал, с хорошим настроением, с позитивным настроем. Но, опять же, зависит от возраста и желания ребенка. Если ребенок настроен, это получилось 1-2 минутки, пусть там 2 раза в день, замечательно. Если ребенок не хочет, можно день пропустить, на другой день это сделать. То есть здесь каких-то, ну, как бы, курсов не существует. Занимаясь с детьми, не обязательно выполнять комплекс дыхательной гимнастики целиком. Можно делать несколько подходов и чередовать разные упражнения. Главное, чтобы малышу нравилось, и он старательно и с удовольствием занимался интересным и полезным делом. Память человека удивительная вещь, которая порой в нужный момент может отключить очень необходимую информацию. Или же прийти к вам на помощь именно тогда, когда вам требуется вспомнить именно этот номер телефона, адрес, имя человека, или просто проявить эрудицию в общении с кем-то. Развить память – это лучший способ сохранить ясность ума на протяжении всей жизни, и особенно в старости, когда нервные клетки на исходе. Именно поэтому человеческий мозг с возрастом норовит прийти в упадок. Должный уход и тренировка памяти способны хорошо сохранять ум на долгие десятилетия. Ясность ума зависит от эффективности его использования. Люди часто жалуются на то, что память их подводит. Это и неудивительно. В последние десятилетия масса электронных помощников готовы запомнить любую информацию за нас. А наша память страдает без нагрузки, так же, как и наши мышцы. Любой орган требует тренировки, чтобы поддержать его в рабочем состоянии. Меня в свое время удивило, что если мышцы в течение 10 дней не нагружаются, то они начинают хереть. Просто теряют свою массу, свою силу теряют. Если мозг не работает 10 дней, то, наверное, последствия будут еще хуже. Но так не происходит, потому что мозг очень чутко реагирует на любые изменения, которые происходят вокруг нас. Для этого у нас есть специальные системы восприятия. Они называются сенсорные системы. Ну, это зрение, слух, обоняние, осязание. И все эти сигналы подпитывают наш мозг. Но это получается немножко одностороннее восприятие информации. Хотя оно имеет очень важное значение. Чтобы сохранить хорошую память на долгие годы, ее нужно упражнять, как и все тело. Мозгу нужна постоянная рабочая нагрузка. И не важно, чем он занимается, какими-то расчетами, пересчетами, кроссвордами, решает важные технические задачи или занимается какими-то фантазиями, он все равно будет в работе. Если какие-то образы пробегают по мозгу, то это тоже будет работа. И вторая составляющая – это творческая сторона. Видимо, она тоже имеет очень важное значение, потому что наблюдения многолетние показывают, что люди творческие дольше сохраняют жизненные силы. Вообще среди них много долгожителей. И они сохраняют, как правило, ясность ума до самых последних минут. Когда композитор создает музыкальное произведение, художник пишет свои картины, ученый что-то изобретает, а литератор создает роман, мозг нагружается творческой деятельностью. Я думаю, что какую-то имитацию этого дают и кроссворды. Если человек не является по профессии творческим, человек не принадлежит к творческим профессиям, то кроссворды вполне могут заменить вот эту деятельность. Поэтому я думаю, что оправдана эта рекомендация и очень полезно в пожилом возрасте заниматься кроссвордами. Существует множество способов тренировки мозга, но самым эффективным и, безусловно, самым приятным является запоминание текстов песен. В конце концов, неужели в этом мире есть хоть один человек, не имеющий любимой песни? Не говоря уж о том, что иногда песня настолько прилипает, что ее текст запоминается без всяких усилий. Выучите несколько строк или даже куплетов и периодически повторяйте их в течение дня. Я думаю, что интеллектуальные игры, такие как шахматы, тоже могут способствовать поддержанию мозга в тонусе. Не обязательно для этого только кроссворды разгадывать. В принципе, любая деятельность, которая загружает мозг, будет способствовать его развитию. Но надо различать, что есть правополушарные виды деятельности и левополушарные виды деятельности. Там, где используется логика, эта нагрузка идет на левое полушарие. Там, где используются образы, нагрузка идет на правое полушарие. Но лучше всего, чтобы было сочетание и того, и другого. То есть сначала логическая умственная деятельность, а затем образная. Тогда мы гарантированно загружаем обе половины мозга. В результате он полностью находится в рабочем состоянии. Мне очень понравились статьи известного современного философа Бертрана Рассела. Он дает какое-то абстрактное философское понятие, для которого надо напрячь логику, надо напрячь левое полушарие. А потом тут же дает образный какой-то пример, когда надо представить себе, как это выглядит, и нагружает правое полушарие. Вот такой текст, я думаю, способствует умственному развитию равномерному и равномерной нагрузке на левое и правое полушарие. Так что те, кто может, кому это доступно, почитайте Бертрана Рассела и его труды. Он часто использует этот прием для нагрузки левого и правого полушария. Чтобы сохранить хорошую память на долгие годы, необходимо как можно чаще играть в лото, шахматы, разгадывать кроссворды и головоломки, решать ребусы или собирать пазлы. Все это позволяет мозгу работать активнее и способствует развитию памяти и внимания. Кроме таких тренировок на работу мозга влияет и рацион питания. В него обязательно должны входить овощи, фрукты, рыбы и мясо. Прогулки на свежем воздухе и физическая активность пойдут также на пользу вашей памяти. На сегодня это все. В заключение хочется добавить – самосовершенствуйтесь, тренируйтесь, не сдавайтесь. И результат не заставит себя долго ждать и превзойдет все ваши ожидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!